Привет! Хочу поговорить с тобой на такую тему, как заработок на видеостоках в 2021 году. Сразу хочу сказать, это видео рассчитано на тех, кто только планирует попробовать свои силы на видеостоках, или для тех, кто начал заниматься стоками совсем недавно. И да, это видео будет не мотивационное, а скорее наоборот, демотивационное, так как на просторах ютуба есть тысячи видео, в которых говорится, как классно работать на видеостоках, то я хотел бы высказать немного другую точку зрения и раскрыть некоторые нюансы и подводные камни работы на видеостоках. Итак, прежде чем начать работать на видеостоках, вы должны знать несколько вещей. Первое. Вы должны круто снимать. Да, именно вы должны снимать круто. Если вы недавно купили фотоаппарат, или ваш старший брат подарил вам фотокамеру, то это не говорит о том, что у вас уже есть все возможности для того, чтобы снимать видео, которые будут покупать в рекламу. Да, друзья, в первую очередь, вы должны снимать хорошо, и вы должны уже уметь снимать. Если вы хотите только учиться и сразу продавать свои видео на стоках, то я не рекомендую вам этого делать. Лучше попробуйте пойти поучиться на какие-то курсы, в какую-то киношколу, попробуйте поснимать действительно какие-то живые проекты, и уже потом, я думаю, у вас будет необходимая база для того, чтобы снимать видео для стоков. Почему это важно, друзья? Потому что на стоках, именно на видеостоках, есть большие парни, которые снимают очень и очень достойно. Вам будет тяжело с ними конкурировать. Второе. То, что вы должны знать. Видео стоки – это бизнес. Как и любой другой бизнес, стоки требуют вложений, как и материальных, так и физических и всех остальных. Да, друзья, и вложения, когда я говорю про вложения, я не имею в виду покупку камеры и зарплата модели за какой-то день съемок. Нет. Вы должны рассчитывать на то, что съемка вам будет обходиться в приличную сумму. Это, скорее всего, вам придется арендовывать технику, скорее всего, вам придется арендовывать локацию, скорее всего, вам придется нанимать минимум хороших моделей, а лучше всего нанимать хороших актеров. Тогда действительно актеры могут дать вам в кадре живую, неподдельную эмоцию, а это действительно ценится на стоках. Помимо всего этого, у вас будут расходы зарплаты инженеру камеры, гримеру, какому-то вашему помощнику и так далее. То есть, друзья, я хочу сказать, что сумма одной съемки будет достаточно внушительная. Я бы так, сравнил эту сумму с каким-нибудь средненьким новым айфоном. Да, приблизительно так. Следующая вещь, которую вам нужно знать, это мощные конкуренты, которые уже есть на стоках. Да, я имею в виду таких конкурентов, возможно, вы их знаете, как Городенков, Эйла и так далее. Эти ребятишки снимают действительно достойно. И они снимают, во-первых, на хорошую технику, снимают хороших актеров, и они действительно умеют снимать. Друзья, и поверьте, их бюджет съемок обходится гораздо дороже, чем стоимость одного айфона. Да, и вы должны понимать это, что вам придется конкурировать с такими ребятами. Следующая вещь, которую вам нужно знать, это то, что доход действительно начнется не сразу, а через полгода минимум. Возможно, чуть больше, возможно, чуть меньше, но приблизительно так. Это учитывая тот факт, что сейчас на видеостоках все больше и больше становится востребованный свежий контент. Да, если раньше видео продавалось 2-3 года, то сейчас тенденция такова, что видео продается приблизительно полтора года, год, в лучшем случае это там 2 года. Проект, я имею в виду, продается достаточно стабильно, достаточно хорошо. Вот, и вы должны это понимать, что даже с такой тенденцией доход начнется не сразу. Следующая вещь, которую вам нужно знать, это то, что у стоков неизвестное будущее. Да, реальность такова, что на сегодняшний день расходы у авторов, расходы на съемки растут, доходы падают, и да, доходы падают даже у тех ребят, которых я вам назвал, таких как Эйла, Городенкова и все прочие. Скажем так, у самых топчиков все тоже не так хорошо, как было раньше, 2-3 года назад. И вы должны это понимать, что тенденция на стоках такая, что все идет на спад. Хотя, востребованность контента растет, но растет также и конкуренция, и падает цена самого футажа. И последнее, что хочется сказать, если это все, что я назвал, вас не пугает, то вы действительно можете попробовать свои силы на видеостоках. Но помните, 95% авторов, которые пробуют свои силы на видеостоках, впоследствии уходят оттуда и крайне-крайне редко возвращаются снова. Если вы верите в то, что вы не в этих 95%, и вы действительно уверены в том, что вы будете работать на стоках, как на постоянной работе, вкладывать туда деньги, силы, средства, свое время и так далее, тогда вы действительно можете попробовать свои силы на стоках, и, возможно, вам повезет, и вы станете зарабатывать более-менее приличные суммы. Да, друзья, я никак не хотел бы вас мотивировать этим видео, но я хотел бы вам немного раскрыть правды, которые, не знаю почему, но большинством авторов на YouTube скрываются. Почему-то все авторы говорят о том, что да, на стоках не совсем легко, но все-таки там классно, там круто, и там можно зарабатывать. Друзья, можете попробовать. Я на стоках работаю около двух лет, да, и все мои съемки тоже я организовываю с небольшой командой людей, где есть оператор, где есть гаффер, где есть арендованная техника, и я немного понимаю, что продается на стоках, я немного понимаю, сколько стоит этот процесс производства контента для стоков. И я действительно вам говорю реальный опыт из своей жизни. Можете верить, можете нет, но выбор за вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...